Привет, друзья! Привет! Мы едем в соседний штат на озеро, в город Картлейн. Мы там ни разу не были, решили вот съездить, посмотреть и вам показать. Дети там ни разу не были. Дети, да. Мы там даже женились однажды. Так, сейчас мы едем по фривэю, по трассе. И пока мы еще в нашем штате. Но граница между штатом Айдаха и штатом Вашингтон очень скоро будет. Здесь очень близненько, все рядом. Поэтому оставайтесь с нами. Грязное стекло. Смотрите. Мухи, мухи. Крупные вашингтонские мухи. Папульчик, расскажешь, почему мы в другом штате, в другом городе женились? Потому что там это делается в течение нескольких секунд. Подавать заявление заранее не надо? Не надо подавать заявление, не надо брать с собой свидетелей. Это там как в этом, как в Лас-Вегасе, как в штате Невада. Там тоже приходишь в любое это самое заведение, там тебя быстренько расписывают. Не я, не ты. Помнишь, мы еще по-английски толком не умели разговаривать. Они нам говорили какие-то там фразы, а мы только говорили Айду. И за одну копию нас расписали буквально за три минуты. И за каждую копию свидетельства о браке мы заплатили два доллара. У нас две копии. Короче, мы расписались не в штате Вашингтон, а в штате Айдаха. Кстати, мы сейчас тоже в другом городе. Это не Спакен, а Спакен Виалы. Это считается другим городом, да? Нет. Да, нет. Сейчас, стой. А на две. А впереди красивые горы. Вот за них мы и едем. Почему здесь скорость изменилась, увеличилась? Почему? А там же мы за город выехали. Здесь можно ехать быстрее. А когда к Кердлэйну подъедем, то там снова упадет скорость до 60. Через населенный бунк нельзя ехать быстро. А в штате Монтана, это еще 60 миль дальше, начнется штат Монтана. Там можно ехать 75, ну и допустимое превышение еще 5. Поэтому там можно перейти в 80. Кошмар. А когда мы приехали в Америку в 98 году, то там не было ограничений. Вообще не было ограничений? В штате Монтана не было на фриваях ограничений. И полицейский мог остановить тебя, если ты едешь там 100 или больше миль в час. То есть, если ты едешь 150-160 км в час. То есть, полицейский имеет право тебя остановить и порекомендовать ехать помедленнее. Он не может приказать, он не может оштрафовать или что-то в этом роде. Порекомендовать. Я так понимаю, что это плохо работало и поэтому сейчас ввели ограничения. Ну, ездили люди туда гонять и разбиваться. Поэтому ввели ограничения. Ну, все равно 80 миль в час, это 130 км в час, это тоже ограничения. Тоже можно разбиться запросто. Лизка приказала посмотреть в эту сторону, какая красота. Черт, какие-то горы лысые. Лысые горы. Мохнатенькие. Лысые горы, и в постригленнике. И в постригленнике, ты говоришь. Это мол какой-то здесь, да? Так, это уже получается, Либерти Лейк, это уже таун, да? Нет. Это местность, лишь не с покенгал уже. Нет, это уже и отдельный город. Он так называется, Либерти Лейк, да? Либерти Лейк, да, он так называется. Это как город, село по-русски. Ну, да. И большой поселочек. Хотя у них даже Порше здесь есть, дилер, видишь? Да, в селе есть дилер Порше. Все, кто хочет увидеть дядю Витю, встретиться с дядю Витю, и сегодня мы с ним увидимся. Он нас там ждет, на озере. И Маша. Вот мы приехали на границу штатов. Вот стоит лайн знак. Это последний exit, выход по нашему штату. И вот сейчас будет мост. И мы въедем в штат Айден. Мы едем в штат Айден. От нашего дома до этой линии мы ехали... Сколько? 22 минут. 22 минуты. Сейчас мы уже едем пошла в Айден. Так быстренько мы уже и в штате Айден. Ничего не поменялось? Ничего не поменялось. Только законы. Законы здесь другие. Здесь более жесткая полиция. Здесь нельзя ездить на машинах. На машине не могут быть колеса, которые выступают за крылья. То есть, если колеса широкие и выступают за крылья, полицейский остановит и спретит ехать. Я знаю одних русских ребят, но я их знал давно-давно, 18 лет назад. Они приехали на крутой модной машине. Их остановил полицейский и сказал, вам в нашем штате нельзя на такой резине ездить. И брат этого парня из Пакена привез ему другую резину, более модную. Менее, точнее, менее модную. И поменяли резину модную, загрузили в багажник и въехали. Кстати, эти все места курортные. Мы едем в город курортный. И здесь очень богатые люди живут. В Курдлэйне у некоторых голливудских знаменитостей есть даже дома. Там другой уровень жизни. Но туда не заберешься, туда не заедешь. Они там, так называемых, гейтедвери, там все за забором, там все под охраной, туда не заберешься. Обычным смертным путь туда заказан. Так, вот эти гуры, которые мы видели из Пакена, вот сейчас они справа. Мы их как бы объезжаем. Здесь вокруг теперь и горы, и одни будут. Так, а вот Рест Эрия, съезд с трассы, где можно отдохнуть. Здесь, как в России, там кафешек таких нет. Здесь просто туалет, наверное, даже душ можно найти, магазинчик какой-нибудь. Или просто вот столики, где отдохнуть, посидеть можно. Ой, какая старушечка, машинка. Американская? Не знаю. Это, наверное, 50-е, да? Да. Вон, и озеро уже видно. Смазь деревьев. Ой, как там красиво, вдали. О, прелесть. Кордлэйн – большое озеро. Популяйшн – 44 137 человек. Ну, то есть здесь мало людей живет. Все, мы в Кордлэйне. То же самое, что и с Покене. Природа такая же, все выглядит так же. Машины такие же, американцы такие же. Мы такие же. Кстати, здесь большинство русских, которые живут спокойно, ездят именно в Кордлэйн отдыхать на озеро. Отсюда миль 50 или 60 по этой дороге до Москвы. Это не шутка, это правда. Это не шутка, это правда. Здесь есть город Москва. Это в штате Алиха, да? Да. А если по фривейу ехать в другую сторону, на запад, сейчас мы уехали на восток, если ехать на запад, то примерно в 100 милях от Сбакена есть город Одесса. Так, давайте туда съездим, не, в Москву поедем и назовем видео «Мы едем в Москву». И это будет абсолютно хорошо. Да. Красиво. Машина задорогила, веселая, да? Всю красоту. Ага. О, уезжай. Так, вот опять, красиво. Да, красиво. И Макдональдс на этой красоте. Макдональдс. Вот смотри. Что? В Гордлайн прямо, а в Москву? Ага. На правом. Сборосура в Москву. Да, в Москву. Уже что-то продают. Нет, не продают. Какая-то акция. Какая-то что такое за здание? Судя по написям, здесь колледжи. Колледж так на берегу озера. Класс, да? Стьюдент Юнион. Да, колледж. Это колледж. Прямо находится на берегу озера. Курортного. Вот он, колледж. А вот там озеро через дорогу. Класс, да? Вот мы и приехали. Сейчас нужно найти парковку. Ой, как на море. Какая красота. Яхты. Курорт. Что это такое? Это озеро Кордлейн. Корабль. Корабль. Настоящий корабль. Это водка. Мы приехали, мы по пляжу едем. Корабль, это когда очень большая водка. Да. А это маленькая водка. Значит, это просто водка. Где мы? Впереди или сзади тебя? А, вон ты стоишь. И папа к тебе подошел сзади, да? Так, почему я их не вижу? Так, ну окей. Сейчас мы тогда возле колледжа где-нибудь запаркуемся и к вам придем. Мама, мы будем полотенце брать? Да, конечно. Как лужа какая-то, река. Привет, guys. Глянь, у них тут столик, еда. Зонтик. Так, здесь типа речки, да? Это какой-то залив от озера. Конечно. Наверное, я не знаю. Да, наверное, парочку можно надуть. Главное, ласты, да, Сань? Ты купаться будешь? А? Купаться будешь? Я не знаю. Так, нам детей нельзя в купальник снимать. Маш, ну ты уже не ребенок, поэтому тебя можно. Сейчас мы посмотрим, что здесь за красота. Нельзя здесь собакой, нельзя алкоголя. Нормально. Пошли чайик посмотрим. И водичку. Холодная, наверное, вода. Сегодня не очень жаркая. Мы как-то выбрали день не очень жаркий. Так, водичка чистая, классная. Так, классная. Теплая, да? Теплая, да? Сейчас посмотрим. А, да, не очень холодная. Нормальная вода. И чистая. Супер. О, папа даже парковку нашел. Ага, кто-то выехал. Круто. Короче, мы вот тут расположились. Сейчас постелим одеяло на травку. У нас четыре круга вот таких из Костка. Папа надувает. Просто мы там встали. Отсекьюрити подъехал. Говорит, гай, если вы велосипедистом перекрыли. Мы говорим, мы сейчас уедем. И смотрим, выехала машина. И Володя сразу нырнул туда. Чудо. Круто, да? Короче, здесь парковаться нельзя вот по этой полосе. Велосипедисты ездят. Или бегают. Или бегают. Да, вот, например, как эта женщина. Никол, запрещал. Это моя была кофта. Да, твоя кофта на Лизе. Маняша узнала ее. Ага. О, одни ноги от Маши. Мой гамачок разложили. Маша догоняет круг. Он от нее плывает. Маши уже занырнули. Там дома наверху. Я думаю, что они очень дорогие. И у них очень красивый вид из окна. Классно. Маша догоняла. Маша догоняла. Наши плечицы. Маши. 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 Маша, объяснишь нам, куда мы идем? На мостик. Я буду прыгать. А я буду смотреть. И ты тоже будешь прыгать. Я смотрю. Классно здесь. Столики. Очень красиво. Лизка не снимает жилет. Все время в жилетки ходит. Папа ей сказал, что течение сильное. Так, сейчас будет красота. Вот прям запах и воздух, как на море. Какое-то мини-море. Это Айдаха. Да, мы уже рассказали. Написано на знаке, что нельзя открытый огонь. То есть угли можно, видимо, разжигать, но дрова нельзя жечь. Я буду камеру держать. И наше полотенце. Как красиво вдали, посмотрите. А что это за штуковины? Смотрите, вот на тот мостик мы идем. Оттуда будут нырять. Смотрите, какие зонты палатки. Класс. И куча велосипедистов. А что это такое? Это доски? Это доски. А, вот эти доски. Мы, кстати, идем, и вокруг все по-русски разговаривают. Такое чувство, как здесь одни русские. Пляжный волейбол. Молодежь американская играет. Да это пляж, Петь. Естественно, это пляж. Здесь вот уже людно. А вот там дальше гостиница. И там вообще все битком. Это пляж. Мы где приземлились, там малолюдно. Так, осторожнее. Сейчас снимай все. Тон, тон, тон. Хорошо, ты там Никита не пошел. А то я сейчас только не смогла бы снять тогда свою. Маша уже там. А, тут все ныряют. Лиза здесь однозначно нырять не будет. Просто посидим. А, нет, мы? Нет, нет. Мы меня узнали. Маш, ну что, будешь нырять? Да, здесь нахожусь. Да, здесь качает, укачивает сильно. Шатается. Вот там основная гостиница. Кардлейна. Не, качает, шатает. Поля, нет. Поля ничего не садится. Что-то нужно своим весом, что-то что-то сделает. Это шатается мостик. Я их не снимаю ни в купальниках. Да, на таком скутере здесь самый раз кататься. Маша, ныряй. Так, ребята. Меня аж затошмело. Похоже, у нас у всех морская болезнь. В круиз мы не поплывем. Так, ну там какое-то событие. Там много индусов. Какая-то индусская делегация. Я не знаю, честно говоря, что там за событие. Сцена, стулья, люди. Мы, короче, все уже собрались уезжать. Я не снимала больше. Дети все время в купальниках. Так, короче, одним словом, мы уезжаем домой. Уже сели в машину все. Дети, устали? Да. Пять раз купалась. Круто здесь, нам понравилось. Машина. У нее в багажнике, в крышке багажника, четыре полевых ранения. Ранения, видишь? Ага. Что? Настоящие полевые дырки. Ничего себе. На этом все. Дорогие зрители, если вам понравилось это видео, то... Поставьте лайки! Спасибо, что вы все это время были с нами. До свидания!